Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Я тебе сказала, что я не знаю, как сказать. Учитывая Росценка. Это все бесполезно. Народное мнение. В Кирове полдень. Добрый день. Приветствую вас. У микрофона Владимир Сметанин. Исходя из названия передачи «Народное мнение», она абсолютно открытна для вас. Ваше мнение, предложение, критика, конструктивные мнения. Все это принимается на номер телефона 211-101. Это прямой эфир. И номер для сообщений 8909-720-101. Напоминаю, что слышать сейчас в прямом эфире нас можно не только на частоте 101. Также трансляция ведется в нашем телеграм-канале «Эхокирова» и на сайте «ехокирова.ру». Начать передачу хочу с цитирования российских новостей буквально последних дней. «Газель» сбила подростка на электросамокате в Санкт-Петербурге. 41-летний водитель поворачивал на зеленый сигнал светофора и сбил 15-летнего подростка, который пересекал проезжую часть на электросамокате. Школьник госпитализирован. Далее в Чебоксарах. 9-летний мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате и попал под колеса автомобиля «Грейт Волл». Автомобилем управлял 51-летний мужчина. Водитель пояснил, что ребенок оказался в слепой зоне. Пострадавшего увезла скорая помощь. И, наконец, в Москве мужчина на электросамокате совершил наезд на 83-летнюю пенсионерку. Пожилую женщину доставили в реанимацию. У нее зафиксировали перелом черепа, ребер и ноги. Врачам не удалось спасти женщину. Она скончалась на следующий день после госпитализации. Я повторю, что это событие буквально последних дней. И вот такие печальные новости, где фигурируют электрические самокаты, с началом теплого сезона поступают из разных городов нашей страны практически в ежедневном формате. Ну и тут логично задаться вопросом. Ну а что же Киров? Вне всякого сомнения, электросамокатизация, я думаю, что можно уже смело начать употреблять этот термин, затронула и наш город. Многими это средство передвижения воспринимается как игрушка, как развлечение, на мой взгляд. Электросамокат, как мы прекрасно знаем, дарит и детям, и подросткам на праздники. Ну а что касается взрослых, то кое-кто уже, конечно, предпочитает добираться на электросамокате, на работу или по другим важным делам. Ну и, конечно, пункты проката электросамокатов. Центр нашего города практически ими уже накрыт. Появились они, напомню, в прошлом году. Например, ближайшая от нас, от нашей редакции точка проката – это Театральная площадь. И ГИБДД, надо сказать, уже фиксирует в Кирове ДТП с участием электросамокатов. Ну, об этом поговорим чуть позже. А пока вопрос, вопрос сегодняшней передачи «Народное мнение». Как вы считаете, наш город и его жители готовы к стремительной электросамокатизации? Как у нас вообще обстоят дела с соблюдением хотя бы элементарных правил дорожного движения? Может быть, все-таки уже начать действовать на упреждение и во избежание серьезных аварий вводить некие ограничения для людей на электросамокатах? Опыт, кстати, такой в российских городах уже есть. Например, это ограничение максимальной скорости передвижения, либо 20, либо 25 км в час. Запрец на передвижение на электрических самокатах в особо людных местах. Например, это зоны отдыха и парки. Запрец на передвижение по тротуарам, если рядом есть велосипедная дорожка. Ну, конечно, у нас с этим беда в городе. А кроме того, сейчас в Верхах обсуждают и другие запретительные меры. Например, это возрастной ценз, не менее 14 лет. Обязательное обучение правилам дорожного движения. Есть даже мнение, что электросамокаты надо регистрировать в госавтоинспекции и оформлять на них обязательную страховку. Ну, что-то вроде ОСАГО. Давайте говорить на эту тему. 211-101, номер прямого эфира, номер для сообщений 8909-720-101 и 0. Также, если вам удобнее высказаться в нашей группе, группе нашей радиостанции во ВКонтакте, то можете заходить в закрепленный пост вверху, как раз анонс сегодняшней передачи. И в комментариях можете оставлять свое мнение. Как обычно, накануне этой программы совместно с журналистом газеты «Источек новостей» мы вышли на улицы нашего города, побывали на театральной площади и пообщались на тему с прохожими, как они воспринимают стремительный рост электросамокатов в нашем городе, как оценивают водители этих средств передвижения, соблюдаются они правила, не соблюдают, насколько они вообще вписываются в наше городское пространство. Сейчас мы услышим аудиоверсию этого опроса, а чуть позже видеоверсия появится и в группе нашей радиостанции во ВКонтакте, и в группе ВКонтакте газеты «Источник новостей». Итак, что думают жители нашего города по поводу электросамокатов? Давайте послушаем. Народное мнение. Количество самокатов и электросамокатов в городе увеличивается. Замечаете это? Ребята катаются, взрослые катаются. Вас это беспокоит? Для меня пока, кстати, не возле. Ясно. То, что ездят, как попало. Как попало. Были какие-то конкретные ситуации? Да, пару случаев было. Я думаю, тоже должны изучать правила дорожного движения. Они всем мешаются, и себе тоже. В первую очередь. Неужто едет ему не страшно, когда выезжают из-за поворота, машина на него, убрать их всех с дороги, черта матери. В первую очередь губернатор должен следить за этим делом. Нет, все спокойно, все адекватно. И сами, бывает, наверняка, пользуетесь? Да, сегодня катались. Отлично. Очень даже хорошо. Электросамокаты, самокаты в городе становятся больше, замечаете? Да. Как к этому относитесь? Как ездят? Ваша оценка? Нарушают, не нарушают? Нейтрально ездят, радуются жизни. Сами наверняка пользуетесь? Ни разу не пользуются. Ни разу? Нет, если есть какая-то нормативная база, которая позволяет ввести какие-то ограничения, которые позволят сделать более безопасным этот вид транспорта, то, конечно, надо в этом направлении двигаться. Ну, вас лично пока они не беспокоят? Вообще нет. Я сам брал пару раз, скатался, ну, не по дорогам, а по площади, по парку. То есть, на самом деле, удобно и в столичных городах тоже, допустим, добраться от дома до работы, поставить и обратно. Неудобства какие-то вам создает? Не боитесь, что собьют? Конечно. Тревожно, да. Тревожно? Тревожно бывает, да. Ну, видите, да, замечаете, что их все больше и больше становится. Да, как-то надо таким, какие-то правила ввести. Правила? Да, чтобы знали, где можно ездить и с какой скоростью. А вы лично сталкивались вот с тем, чтобы, ну, как-то вот нехорошо ездить? Ни разу не видела, но по телевизору слышала много раз. Идет прогресс, и я считаю, что отменять эти все самокаты не надо. Не надо. Нужно что-то совершенствовать, что-то в законодательстве менять, что-то вот так. Это, может быть, правила какие-то специальные вводить? Нет, не думаете? Ну, правила-то верно, да, но в целом никаких дискомфортных ощущений не приносят. По крайней мере, пока, да? Пока что, да. Лошади боятся таких участников движения? Все по-разному. Ну, в любом случае, наверное, лучше близко не подходить, да, не подъезжать. Сзади особенно. Ездят как попало, правила не соблюдают. На электросамокатах? Беспокоят. Беспокоят. Для меня вообще это очень повышенная опасность. Я как-то раз встала на самокат, и он у меня не отключился, и я уже с него... Продолжил ехать. Да, он продолжил со мной ехать, и я вот так вот за ним гонялась по Геленджику. Нужно ходить в автошколу, в самокаташколу. Ну, то есть какие-то элементарные правила все равно изучать. Да, обязательно. Все равно, когда ты приходишь обучаться на права, ты же не только правила, как бы как водитель, ты ищешь правила, как пешеход должен действовать, как там на велосипеде, ну, такие элементарные вещи. Ну, и в принципе, да, их надо как-то обучать, что ты ответственен не только за себя, но и за окружающих, потому что самокаты и велосипеды, это же такой молниеносный транспорт. Ездят как попало, не соблюдают правила. Это-то правильно. Правильно. Надо было, чтобы соблюдали. Я их боюсь. Надо правила, чтобы это... То есть ограничения нужны какие-то, да, вводить? Конечно, конечно. А то сшибут ведь насмерть кого-нибудь, да? Да, да, я согласен с вами. Народное мнение. Буквально звучал этот опрос, изучаю новостную ленту, смотрю, где, в каких городах происходят в эти дни ДТП с электросамокатами. Вот очередное такое сообщение из Твери. 16-летняя девушка переезжала на электросамокате по пешеходному переходу, не спешившись ее не заметила женщина-водителя кроссовера Porsche. К счастью, получила девушка незначительные травмы. Я предлагаю сейчас пообщаться с начальником отдела ГИБДД по городу Кирову Михаилом Рябовым. Михаил Александрович, добрый день. Алло. Добрый день. Да, Михаил Александрович, да, приветствую вас в нашем прямом эфире. Тему электросамокатов мы с вами неоднократно затрагивали уже в ходе наших бесед в радиоэфире. Но тема, на мой взгляд, остается очень-очень актуальной и очень острой. Повторюсь, что буквально ежедневно из российских городов приходят сообщения о ДТП с участием водителя электросамокатов. Буквально на днях 83-летнюю пенсионерку в Москве водитель электросамоката сбил насмерть. Давайте проясним ситуацию по нашему городу. Как у нас себя ведут водители электросамокатов? Фиксируются ли аварии с их участием и весной уже прошедшей, и в начале июня? Вопрос электросамокатов для нашего города относительно новый. Буквально в прошлом году у нас появился прокат данных средств индивидуальной мобильности. И в связи с развитием проката и увеличением количества электросамокатов на уличной дорожной сети областного центра, безусловно, возрастает опасность попадания их в дорожно-транспортное происшествие. В этом году у нас уже зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором принял участие непосредственно электросамокат. Это произошло 8 мая в Новоеведском районе областного центра, когда электросамокат под управлением несовершеннолетнего в возрасте 12 лет столкнулся с легковым автомобилем. В результате пассажир электросамоката, мальчик 13 лет, получил травмы. Там еще и пассажир был на этом электросамокате. Да, дело в том, что мальчики вдвоем передвигались на электросамокате и пострадал именно пассажир. То есть, безусловно, это первый звоночек для нас, для родителей, детей в первую очередь, которые пользуются данными средствами индивидуальной мобильности. И мы сейчас ориентируем всех именно на то, что электросамокаты представляют собой все-таки непосредственную угрозу безопасности дорожного движения и участников дорожного движения. Да, Михаил Александрович, скажите, конкретно еще этого случая. Водитель вот этот несовершеннолетний электросамокат и электросамокат нарушил правила дорожного движения или водитель легкового автомобиля? Это важно, я думаю, понимать. Да, здесь данную ситуацию оценить можно по предварительным данным как обоюдная вина. Дело в том, что легковой автомобиль выполнял маневры поворота. При выполнении поворота, соответственно, должен был пропустить. А мальчик, который управлял электросамокатом, он пересекал проезжую часть на электросамокате, что также делать недопустимо. Соответственно, произошло столкновение. Давайте сейчас сосредоточимся на тех требованиях, которые предъявляются к водителям электросамокатов. Перечитав много информации, достаточно размыто, на мой взгляд, это все. Ну, хотя бы сосредоточиться на каких-то основных требованиях, которые необходимо соблюдать. Ну, тут еще, конечно, нужно учитывать, потому что электросамокаты бывают разные мощности. И при достижении определенного числа ватт, мощности двигателя, тут вообще уже очень строго все должно быть. Ну да, действительно, сейчас на законодательном уровне идут серьезные размышления о том, каким образом выделить вот эту категорию средств индивидуальной мобильности в отдельное направление, потому что оно сейчас развивается и, безусловно, будет развиваться. Но на сегодняшний день есть несколько нормативно-правовых актов, самые близкие и понятные для участников дорожного движения. Это правила дорожного движения, которые разграничивают понятие транспортное средство, различные виды транспортных средств от того, что к транспортным средствам не относится. В частности, вы действительно правильно подметили, что одним из критериев является мощность электродвигателя, который установлен на электросамокате. У нас пунктом 1.2 правила дорожного движения Российской Федерации предусмотрено, что транспортное средство, мощность двигателя которого превышает 0,25 кВт, оно относится к категории мопед. Соответственно, если это категория мопед, то требование, которое предъявляется к лицу управляющему данным транспортным средством, это наличие водительского удостоверения любой из категорий, то есть самая низшая категория, напомню, это категория М, которая позволит управлять данным транспортным средством, либо любая другая водительская категория. Ну, самая распространенная категория Б, да, при категории Б ты уже можешь, в общем-то, управлять этим средством передвижения. Да, можно смело управлять данным транспортным средством, при этом еще необходимы средства защиты мотошлем, то есть, которые предназначены для защиты лица управляющего, передвигающегося на мопеде, на мотоцикле, на скутере. И, соответственно, в данной ситуации, если мощность двигателя уже выше того предела, который указан в правилах дорожного движения, я должен пользоваться данным средством защиты. Ну и, соответственно, штраф, если да, нет, штраф 1000 рублей, если мотошлема нет, да, вот такого, скутериста. Соответственно, за отсутствие водительской категории штраф от 5 до 15 тысяч рублей и за отсутствие средства защиты 1 тысяча рублей. Ну, я думаю, что не так распространены эти мощные электросамокаты в настоящее время в нашем городе. Они, безусловно, есть, я не сомневаюсь. У нас все-таки речь идет, это в том числе и прокатные самокаты, у которых мощность двигателя меньше обозначенной, да, цифры. Ну, основная масса все-таки, да, те, которые к категории транспортного средства не отнесены. С точки зрения правил дорожного движения, эта категория, она пешеходами считается, да, ведь является? Да, на сегодняшний день это приравнивается к категории пешеходов. Соответственно, какие правила должны соблюдать водители данных электросамокатов, как пешеходы? Это требование раздела четвертого правила дорожного движения. Все, что касается передвижения пешеходов. То есть самое главное, на что хотелось бы обратить внимание, это передвижение строго по тротуару, либо по велопешеходным, велосипедным дорожкам, либо это закрытые территории парки, скверы и так далее. То есть ни в коем случае не проезжая часть. — Сталкивается ли наша госавтоинспекция с конфликтными ситуациями, которые возникают именно между пешеходами и водителями таких немощных электросамокатов? Есть уже какие-то конкретные истории? Потому что, ходя по улицам города, я регулярно наблюдаю. Водитель электросамоката что-то там кричит сзади и просит уступить ему дорогу. Хотя, с точки зрения ПДД, то он такой же обычный пешеход. Что значит ему уступать дорогу? Просто соблюдай правила. — Ну да, у нас есть уже первые обращения со стороны граждан, которые возмущены в отдельных случаях поведением тех, кто передвигается на электросамокатах, утверждая о том, что они передвигаются с большой скоростью, создают угрозу. Такие обращения уже есть. Мы их рассматриваем. Значит, безусловно, человек, который передвигается обычным пешим порядком и который едет на электросамокате, даже в тех параметрах, о которых мы сказали, безусловно, это определенная скорость, определенные угрозы. И вот, называя в начале нашей беседы примеры, вы подтвердили это, что есть реальные случаи трагичных последствий, даже в пределах тротуарных зон, пешеходных дорожек и так далее. Поэтому, безусловно, здесь необходимо соблюдать требования правил дорожного движения и понимать, что любое средство передвижения, оно несет определенную угрозу для окружающих. Михаил Александрович, а скажите еще, пожалуйста, беседы проводились ли с теми организациями, которые на прокат эти электросамокаты в нашем городе предоставляют, какие-то требования, ограничения? Были контакты? О чем удалось договориться? Да, значит, на территории нашего города осуществляет прокат электросамокатов две организации. Мы связывались с каждой из этих организаций, в телефонном режиме проговорили основные моменты, которые касаются размещения электросамокатов, требований к их техническим характеристикам, информированию пользователей электросамокатов о вопросах безопасности их эксплуатации. Значит, и договорились о том, что совместно будем проводить мероприятия, в том числе в местах размещения этих электросамокатов, мероприятия по разъяснению участникам дорожного движения правил безопасного использования электросамокатов. Вы знаете, довольно часто наблюдающие такую ситуацию, когда на прокатном электросамокате едут взрослый и ребенок, причем зачастую ребенок, ну вот совсем, что называется, малютка-малютка, едут себе, спокойно переезжают, не спешиваясь по пешеходному переходу. Вот как это расценивать? На таких участников движения госавтоинспекции обязаны обращать более пристальное внимание? Ну, безусловно, те примеры, которые вы приводите, это непосредственная угроза как окружающим, так и в первую очередь детям, которые находятся на электросамокатах. Хочу напомнить, что если в транспортном средстве есть разные степени защиты, в первую очередь кузов, ремень безопасности и так далее, то электросамокат, мало того, что не имеет этих систем защиты и средств защиты дополнительных, он еще и на двух колесах. Все, что, соответственно, на двух колесах, это крайне неустойчиво и при любых каких-то нестандартных ситуациях, маневрах и так далее, ну, риск падения и получения травм очень высок. Поэтому, безусловно, все сотрудники госавтоинспекции города ориентированы на работу с данной категорией участников дорожного движения. В первую очередь мы проводим, конечно же, разъяснительную работу. И вот здесь вот хотелось бы напомнить об основных требованиях, рекомендациях к тем, кто собирается купить электросамокат, либо пользуется активно электросамокатом. В первую очередь, конечно же, нужно подумать об экипировке, потому что даже те, кто катаются у нас на роликовых коньках, в парковых зонах и так далее, мы часто видим, что наколенники, налокотники, шлем надет. А вот электросамокаты, как это ни странно, развивающие в разы больше скорость движения, передвигающиеся в общем потоке пешеходов, а иногда и выезжающие на проезжую часть, почему-то вот таких средств защиты мы видим крайне редко, в том числе и на детях. То есть это первый момент. Второй момент, конечно же, если это касается, в первую очередь, детей, подростков, то начинать эксплуатацию данного средства индивидуальной мобильности необходимо небольшого инструктажа. То есть нужно объяснить, как правильно пользоваться, где правильно пользоваться электросамокатом и какие требования все-таки они могут предотвратить несчастный случай на дороге. Дальше, безусловно, нужно разъяснить и понимать места безопасного пользования электросамокатами, которые я уже ранее сказал. И, безусловно, здесь самое безопасное – это закрытые площадки. То есть парки, скверы, какие-то специальные выделенные зоны, где мы, эксплуатируя электросамокат, не создаем дополнительную угрозу окружающим. Безусловно, фактор очень важный – это внимание. Потому что иногда мы наблюдаем ситуацию, когда на электросамокате едет взрослый либо ребенок и параллельно еще смотрит в гаджет, в телефон. Либо разговаривает по телефону. Да, либо разговаривает по телефону. Безусловно, это отвлекает очень внимание. И при определенной скорости движения это, конечно, тоже большая угроза безопасности как самого лица, который передвигается на электросамокате, так и окружающих. Ну, я думаю, да, все эти рекомендации и советы, которые вы сейчас проговорили, в первую очередь пригодятся родителям. Возможно, чьи дети вот сейчас в данное время просят купить им в подарок электросамокат. Да, действительно, надо помнить о том, что это не игрушка, это не развлечение, но это еще и серьезные риски и серьезная ответственность. И, безусловно, проговорить с ребенком элементарные вещи, элементарные правила поведения на дороге перед тем, как он возьмет этот электросамокат в руки и будет нажимать на органы управления, все это, конечно, нужно учитывать. Спасибо, Михаил Александрович, за ваши подробные комментарии. С нами был на связи Михаил Ребов, начальник отдела ГИБДД по городу Кирову. Вы тоже можете дозвониться в наш прямой эфир и высказать свое отношение к электросамокатизации в нашем городе. Вы видите, как эти водители ездят по тротуарам, как вы оцениваете, соблюдают ли они правила, не соблюдают, нужны ли какие-то ограничительные меры для электросамокатов. 211-101, прямой эфир и номер для ваших сообщений 8909-720-101 и 0. Но, кстати, что касается ограничительных мер, то, на мой взгляд, тут такая ситуация была, пока что называется, петух не клюнул. И многие крупные, в первую очередь, города-миллионники в России, власти этих городов, начали активно заниматься ограничительными мерами в отношении электросамокатов в прошлом, в 2021 году. Вот, например, давайте возьмем опыт соседней с нами Казани, столицы Татарстана. Там интересная очень история была. Сначала, насколько я понимаю, власти города были очень рады тому, что появились пункты проката электросамокатов. Мол, давайте развивать эту тему. Здорово, современный город, технический прогресс и так далее. И первоначально в Казани было порядка тысячи пунктов проката электросамокатов. Потом, когда начали активно случаться аварии с участием электросамокатчиков, число этих пунктов начали сокращать. Сократили, причем очень резко, в 10 раз, до 100 с небольшим. В этом году, читая я новость Казани, число пунктов проката электросамокатов там установилось на уровне 500. Ну, чуть позже продолжу, потому что есть у нас слушатель на связи. Алло, добрый день. Алло. Слушаю. Да, вас как зовут? Представьте, пожалуйста. Да, Петр. Да, Петр, мы обсуждаем тему электросамокатов в городе. Вы передвигаетесь по тротуарам или, не знаю, возможно, на автомобиле личном ездите. Ваша оценка того, как ведут себя электросамокатчики на наших дорогах. Ну, не только, да, уж ли, систему расширять, не только электросамокатчики, но и водители других двухколесных или одноколесных даже транспортных средств. Что думаете про них? Вот вообще мое отношение строго отрицательное. Почему? Потому что если присмотреться к поведению вот этих самых самокатчиков, ну, ведут себя, я не знаю, как это, обезьяны в вольере. Как кто, простите? Как обезьяны в вольере. Как обезьяны в вольере. Никакой культуры поведения ни на дороге, ни на тротуаре, ни о чем. А вот конкретный пример какой-то, я не знаю, на вас этот электросамокатчик чуть-чуть не наехал, или не знаю. Ну, да, был такой пьяный электросамокатчик. Пьяный даже? На тротуаре. Ну, предположительно пьяный, да, ведь как бы состояние опьянения с точки зрения закона не было. Учитывая, что он упал и не смог сразу встать, то я таки подозреваю, что он пьяный. То есть с человеком было очевидно что-то не совсем в порядке, да? Да, я так думаю. Сейчас в городах активно обсуждаются ограничительные меры для водителей этих средств передвижения. Вы бы что предложили? Не знаю, определенный возраст, допуска к вождению электросамокатов? Может быть, права им нужно получать в обязательном порядке? Может быть, скорость значительно ограничивать? Ограничивать или сокращать число мест, куда на электросамокате ни в коем случае заезжать нельзя? Значит, во-первых, что касается ограничений числа мест, то я полагаю, строго запретить им ездить по тротуарам. По тротуарам, угу. Это, во-первых. Во-вторых, права, да, обязательно нужны для самокатов, я не знаю, ну, довольно большой мощности. Потому что на дорогах они себя ведут зачастую еще хуже, чем на тротуарах. Гоняют с большой скоростью. Ну, да, я как водитель и как пешеход тоже нередко замечаю, что особенно где-то на подъездах к Кирову можно встретить человека, который достаточно резво по проезжей части несется на электросамокате. Так, еще что? Да, учитывая, что некоторые могут топить и под сотню. Ну, во-вторых, так, ну, я думаю, наверное, какая-то сертификация, какой-то техосмотр. А, ну, то есть те правила, которые у нас действуют в отношении автомобилей, да, транспортных средств. Техническая оценка. Это довольно мощный. Да. Я так понимаю, вы и тему страховки, наверное, поддерживаете, которую я озвучивал тут совсем недавно. Ну, обсуждайте. За счет страховки, ну, не знаю. Страховка у нас, по идее, теоретически идет на дорожный налог, но... Не, ну, смотрите, если человек на электросамокате попадает в серьезную аварию и серьезные последствия, в том числе жертвы, травмы человеческие, то за счет страховки же это у нас возмещается, да, там, в рамках ОСАГа. Вы имеете в виду страховка личной ответственности? Страховка по аналогии с автогражданкой на автомобиле. У нас сейчас там до 500 рублей, тысячи рублей, простите, по здоровью и до 400 тысяч по имущественному ущербу. Ну, да, какая-то страховка личной ответственности, очевидно, будет нужна, потому что их будет становиться все больше и больше. В общем, я так понимаю, Петр, вы сторонник таких довольно жестких и категоричных мер в отношении водителей электросамокатов. Прям припереть к стенке и заставить соответствовать, да? Ну, не то, чтобы припереть к стенке, но научить себя культурно вести и понимать свою ответственность. Ответственность, да. Понимаю вас. Спасибо большое. Такое мнение прозвучало от Петра, нашего слушателя. 211-101, номер нашего прямого эфира. Можете дозвониться и высказать свое отношение к нашей сегодняшней теме. Так вот, я продолжу по части ограничений для электросамокатчиков в Казани. Про пункты проката уже сказал. В этом году их там около 500. И всерьез об ограничительных мерах власти Казани задумались в прошлом году, да, когда стали случаться регулярно аварии. И по официальным данным властей Татарской столицы в прошлом году после падения с электросамокатов, это еще не столкновения никакие. Так вот, после падения в травмпункты обратились почти тысяча человек. Достаточно серьезная цифра. А вот что касается ДТП с участием электросамокатов в Казани, то их в 2021 году, по официальным данным, там было несколько, сейчас найду эту информацию, да, шесть. Шесть было ДТП, причем они были довольно серьезные. В них травмы получили два взрослых человека, четыре ребенка и один человек погиб. И вот как раз, видимо, этот случай заставил власти Казани всерьез задуматься об ограничительных мерах. Ну, а теперь, собственно, ограничительные меры, да, которые действуют в отношении электросамокатов в столице Татарстана. Во-первых, это ограничение по скорости. Где-то до 25 километров в час, а где-то и до 20 километров в час. А есть, кстати, еще ниже. 15 километров в час. Не более можно передвигаться по велосипедным и велопешеходным дорожкам в Казани, напомню. И не более 10 километров в час на тротуарах, имеются в виду тротуары не полностью, не все в городе, а это определенные участки. И всего этих участков насчитывается почти 500 в Казани. Среди прочих ограничений 40 почти участков в Казани есть, где движение на электросамокатах абсолютно категорически запрещено. Например, это Казанский Кремль. Нельзя туда на электросамокате проехать. Мост Миллениум, территория Казань-Молл, парк Урам и другие тоже территории. Ну и это, кстати, еще не окончательное решение. В настоящее время власти Казани рассматривают к внедрению и другие ограничительные меры для владельцев и водителей электросамокатов. Ну, все будет зависеть, безусловно, от конкретной дорожной обстановки. То есть, если ситуация будет ухудшаться в ближайшее время, то дополнительные запретительные меры будут действительно вводиться. Ну и вот эти пункты проката электросамокатов в Казани находятся, как пишут татарские СМИ, под, в общем-то, пристальным надзором и контролем местных властей. 211-101, номер прямого эфира. Как вы оцениваете ход электросамокатизации в нашем городе? Есть ли у вас предложения по введению каких-то ограничительных мер? А это, кстати, можно сделать на уровне местной администрации, городской думы. Звоните, пишите. Сейчас уйдем на небольшую рекламу, после чего продолжим. Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Народное мнение Десять, чуть больше минут у нас еще есть для того, чтобы с вами пообщаться на тему электросамокатов. В Кирове, как вы оцениваете поведение водителей этих средств передвижения? Знают ли они правила дорожного движения? Возникали ли у вас конкретно какие-то конфликтные, серьезные ситуации? Есть ли у вас предложения по поводу ограничительных мер? Звоните 211-101, пишите на 8909-720-101. Ну и да, кстати, про Казань-то забыл одно из самых важных ограничений. С 16 лет, между прочим, в Казани разрешено пользоваться прокатными электросамокатами. Если тебе не исполнилось 16, то, пожалуйста, проходи мимо. Кстати, Всероссийский Центр изучения общественного мнения буквально совсем недавно, несколько дней назад, проводил Всероссийский опрос на тему электросамокатов. Там затрагивалось несколько под тем. И вот, например, у россиян спрашивали, а как вы считаете, нужны ли действительно какие-то ограничительные меры в отношении водителей электросамокатов? И вот что получилось. Самая распространенная ограничительная мера, которую поддерживают наши соотечественники, это ограничение скорости передвижения на самокатах. Эту меру в рамках опроса упомянул каждый второй респондент. Про другие результаты этого опроса чуть позже. А теперь на связи у нас Ян Чеботарев, юрист. Ян Евгеньевич, приветствую вас. Да, Володя, добрый день. Добрый день. Мы с вами недавно в особом мнении затрагивали тему электросамокатов. Но сейчас вот она гремит прямо по всей стране. В спешном порядке власти городов принимают те или иные запретительные меры. Ну, что поделаешь, число ДТП растет. Причем растет стремительно. И меня, честно говоря, просто поразил и вывел в определенной степени из себя вот этот случай в Москве, когда водитель электросамоката, мужчина, насмерть сбил 83-летнюю пенсионерку. С вами, как с юристом, Ян Евгеньевич. Давайте об ответственности поговорим. У нас зачастую, на мой взгляд, люди не задумываются об этом, когда покупают электросамокаты для ребенка или для себя, или когда берут его на прокат. Не задумываются о последствиях. На мой взгляд, вот ты сел, ты получаешь удовольствие, катишься по городу, но может пройти пять минут, и ты уже станешь не просто отдыхающим, не просто катающимся на электросамокате, а уже фигурантом уголовного дела легко можешь стать. Вот что грозит человеку, если он действительно нанесет серьезный ущерб, вред здоровью другого человека, пешехода на тротуаре, там вплоть до летального исхода? Как это квалифицируется? Квалифицируется это в зависимости от обстоятельств произошедшего. Это может быть причинение смерти по неосторожности, тяжкие телесные повреждения, в зависимости от конкретной ситуации. Но, безусловно, некоторый пробел в правилах дорожного движения, в участии использования подобного рода трет передвижения у нас, конечно, имеется. Но человек, который по собственной невнимательности причинил какой-то вред жизни, здоровью своего согражданина, либо имущество повредил, ну, конечно, он будет нести ответственность. Это и гражданская права, и ответственность в виде взыскания причиненных убытков, компенсации ущерба. Ну, точно так же это может быть и уголовная ответственность, в случае, если последствия будут... Поэтому, конечно... Да, простите, да, статья 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности максимум до двух лет лишения свободы», читаю я тут параллельно. Ну, смотрите, значит, в данном случае подобного рода действия и наказания не исчерпываются исключительно, собственно говоря, мерами уголовной ответственности. Гражданская права ответственности, она тоже достаточно существенна. Читая новости российские, нередко можно увидеть сообщения о том, что зачастую водители электросамокатов не останавливаются на месте происшествия, то есть сбил человека и все, умчал дальше. Как в этой ситуации действовать? Что порекомендуете? Искать свидетелей, записи видео? Смотрите, ну, подобного рода действия, конечно, точно так же могут квалифицироваться соответствующей статьей Уголовного кодекса, например, «Оставление в опасности». Сбил ты человека, понятно, что это крайне неприятное происшествие, но, тем не менее, чисто по-человечески остановиться, оказать какую-то первую помощь, вызвать врачей, ну, нужно. Ну, безусловно, просто бежать и прятаться – это абсолютно неправильный вариант. Абсолютно неправильный вариант. Ну, я считаю, как юрист, о том, что, конечно, с учетом распространенности подобного рода экзотических средств передвижения, о существовании которых еще несколько лет назад мы не знали, не догадывались, там, моноколеса, такие-то, самокаты хитрые, еще что-то, необходимо корректировать правила дорожного движения, ну, и, соответственно, предусматривать, среди прочего, и подобного рода экзотические средства передвижения тоже. А в случае, когда вред нанесен имуществу, ну, например, если конкретную ситуацию приводить, въехал, что называется, на электросамокате, ну, и на другом, да, в таком средстве передвижения, в автомобиль помял крыло, дверь. Это ДТП, да? Безусловно, нужно вызывать сотрудников госавтоинспекции? Ну, безусловно, конечно. Можно, конечно, попытаться решить этот вопрос полюбовно, что зачастую происходит. Здесь основные сложности возникают как раз тогда, когда человек, а все-таки пользователи вот этих экзотических средств передвижения, они люди достаточно молодые, как правило, трезво оцениваются и финансовые возможности. Ну, повредить электросамокатом дорогую машину достаточно просто, а вот найти деньги для ее ремонта при отсутствии каких-то полисов ОСАГО и прочее, прочее на такие транспортные средства, ну, бывает затруднительно. И из этого рождается как раз стремление просто убежать, скрыться и спрятаться. С учетом компьютеризации, с учетом внедрения систем безопасного города, наличие камер контроля на дорогах большого количества видеокамер, даже на жилых домах, я уверяю вас, Володя, что сбежать незаметно достаточно проблематично. Ну, не только камеры, еще и свидетели, показания очевидцев, да, безусловно. Конечно, конечно. При грамотном подходе к подобного рода проблеме, но, как правило, виновника найти бывает всегда возможно. Поэтому, конечно, здесь нужно уметь отвечать за свои поступки. Если что-то произошло, ну, не бежать и не прятаться, а решать возникшую проблему. Да, соглашусь, ключевое слово, ключевой момент – уметь отвечать за свои поступки и предвидеть все последствия, которые могут случиться при истечении тех или иных обстоятельств. Спасибо большое, Яныч Батарев, юрист, был с нами на связи. Это «Народное мнение 211-101». Вы можете дозвониться и высказать свое отношение к развитию электросамокатов, к росту числа электросамокатов в нашем городе. Да, конкретные моменты, как видите, как они ведут себя на дорогах и какие бы вы меры порекомендовали к тому, чтобы не происходили аварии с их участием. Четыре минуты, да, у нас есть до завершения программы. И, возвращаясь к опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, да, повторюсь, что, по мнению большинства россиян, а это практически половина респондентов, они считают, что, в первую очередь, нужно ограничивать скорость передвижения на электрических самокатах. Наиболее распространенным этот вариант ответа был в столицах Москвы и Санкт-Петербурге. Далее, вторая по популярности, по мнению россиян, ограничительная мера – это ограничение возраста вождения, то есть определенный возрастной ценз. Ну, предположим, 14 лет, да, возраст наступления той же уголовной ответственности. 16 лет, как это в Казани сделано. Продолжу, да, по этому опросу, потому что есть еще один звонок. Денис Пырлок, эксперт в сфере транспорта на связи. Денис, приветствую. Алло. Денис. Да, добрый день. Да, добрый день. Мы в прямом эфире. Есть пара-тройка минут на то, чтобы пообщаться. Вы знаете, Денис, на мой взгляд, ну, наш город, мягко говоря, плохо подготовлен для того, чтобы в нем такими стремительными темпами появлялись и обычные самокаты, и электрические самокаты. Зачастую движение пешеходов, вот этих водителей, средств индивидуальной мобильности, но оно напоминает какой-то хаос. Как вы считаете, если учитывать опыт других городов, там, зарубежных стран, пора ли у нас действовать на упреждение и предвидеть возможные негативные последствия? Денис. Да, Валерий, полностью согласен. Мы уже неоднократно, на протяжении там нескольких лет, в том числе, этого вопроса касались, вопроса передвижения и маломобильных граждан, да, по нашим пешеходным дорожкам, и как раз тех же самокатчиков, которые тогда еще не появлялись, но, в принципе, мы уже эти вопросы на общественной палате поднимали. Во-первых, для любителей электросамокатов, да и просто жителей, которые на инвалидных креслах передвигаются, у нас неприспособленная пешеходная часть, то есть завышенные бордюры, нет съездов и так далее. То же самое касается электросамокатов, в результате чего они вынуждены выезжать на проезжую часть. Электросамокаты на сегодняшний день там никак не регулируются законодательством. Тот же велосипед, он относится к транспортному средству, соответственно, должен передвигаться по правилам дорожного движения. Хотя скорость его зачастую бывает намного ниже, чем у тех же электросамокатов. Но на сегодняшний день они единственные, кто из транспортных средств не регулируется. Поэтому на него может сесть любой ребенок, который не знает правил дорожного движения, превысить скорость, потому что техническая возможность позволяет это сделать, выехать на проезжую часть. И, соответственно, мы видим рост ДТП. Часто страдают дети, кроме детей также, и взрослые, в том числе в состоянии какого-то опьянения выезжают на них. Поэтому, безусловно, регулировать этот вид транспорта необходимо. Денис, если сосредоточиться на конкретных предложениях, что мы в условиях нашего города, что власти наши совместно с общественностью, конечно же, можем сделать для того, чтобы комфортно было всем, по крайней мере, в каких-то рамках. Велосипедных дорожек у нас нет, естественно. Отдельные полосы какие-то выделять мы не можем. Город старый, старые застройки расширяются зачастую невозможно. Хотя, может, и возможно. Почему мы этим не занимаемся? Что можем предпринять? Мы много чем не занимаемся. Да, к сожалению, мы видим, что начинаем заниматься только когда нам указывают извне. Но я считаю, что были бы велосипедные дорожки, безусловно, скорость можно было бы как-то и, наверное, там менее регулировать. Без велосипедных дорожек, на которых, то есть, по пешеходным, по которым передвигаются электросамокаты, мне кажется, необходимо все-таки ограничивать скорость передвижения. Если он выехал на проезжую часть, то, как минимум, у него должны быть права категории «мопед», к примеру. Он обязательно проходил экзамены на знание правил дорожного движения, для того, чтобы не случались вот такие как раз там эксцессы с попаданием в ДТП. Но стремиться надо все-таки к тому, чтобы для них, ну и вообще там для велосипедистов об этом тоже много раз в урбаницах появлялись отдельные полосы. Пусть это будет не по всему городу, но, тем не менее, у нас должны быть участки, где они могут выехать, прокатиться, там, продолжаться там свежим воздухом и так далее. При том, что передвигаются они не круглый год, а только в теплое время года, в основном летом. — Денис, спасибо. Да, завершается время нашего разговора. Пора заканчивать программу «Народное мнение». Денис Прылок был с нами на связи, эксперт в сфере транспорта. Так или иначе, хочется пожелать всем участникам дорожного движения, а именно участниками дорожного движения все мы с вами являемся, когда выходим за пределы своего дома или работая у дачи на дорогах, будьте внимательны и думайте о последствиях, о тех, в том числе и максимально негативных последствиях, которые могут случиться. Соблюдайте ПДД, извините за банальную фразу. До свидания. Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Народное мнение